В адрес бизнес-омбудсмена Чувашии в 2020 году поступило 450 обращений от предпринимателей. Для сравнения, в 2019-м их было практически в два раза меньше. Год для бизнес-сообщества действительно выдался непростым. Предстоит еще долгая реабилитация. В какой поддержке нуждаются предприниматели и чем им можно помочь сейчас? Поговорим с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Александром Рыбаковым. Александр Николаевич, рейтинг предпринимателей, проблем тех проблем, которые волнуют предпринимателей сегодня? На самом деле к нам поступило больше обращений, 450 обращений. Как мы говорим, это формализованное обращение, которое содержит в себе конкретное существо, приложение. И, соответственно, мы давали на них письменные ответы. Но всего обращений или, как вы сказали, запросов к нам было намного больше. В том числе через соцсети, в Инстаграм часто мне пишут. Также мы своеобразный колл-центр организовали для предпринимателей, особенно в первую волну коронавируса, когда не было понятно, как можно работать или как нельзя. С самого начала, наверное, предприниматели столкнулись с несправедливостью по поводу АКВЭД. То есть те предприниматели, которые не попали в федеральный перечень пострадавших на 1 марта 2020 года, они не смогли воспользоваться мерами поддержки. Наиболее активно предприниматели показали себя именно с точки зрения выборки тех мер поддержки. Особенно земельно-имущественные отношения или, например, интересовали вопрос о срочке уплаты налогов. Также мы активно работали с Федеральной налоговой службой по поводу разъяснений. Очень показал свою большую эффективность, наверное, и сайт налоговой службы, но и специальные сервисы, которые налоговая служба разработала для предпринимателей, когда по ИНН они могли оперативно получать те мероподдержки, которые вводились в период ограничений. После проведенного Минэконом-Республики опроса почти половина респондентов-предпринимателей по-прежнему жаловались на административное давление. Ничего не меняется или в чем причина? При каких условиях можно переломить ситуацию? Действительно, на Координационном совете по активизации инвестиционной деятельности и защите прав бизнеса был опубликован опрос. Там респонденты указали, что сталкиваются с проблемами, в том числе и при проведении проверок. Были у них и нарекания по поводу доначислений, которые у них возникают по налоговой службе. Либо, например, таких споров уже меньше было. Это владельцы так называемых нестационарных торговых объектов или киосков. То есть они просили пролонгировать им те места, которые ранее предоставлялись. Но в целом, конечно, мы фиксируем снижение количества обращений по линии МЧС, Государственной инспекции по труду. Но много было обращений и довольно-таки острых, связанных с деятельностью Роспотребнадзора по Чувашии. Для них тоже год прошлый был непростым. Но и сейчас пандемия не закончилась. Количество рейдов, проверок, административных расследований растет. Здесь мы, конечно, видим для себя такую тенденцию, что доля наказаний без первого предупреждения у них все-таки более высокая, чем у остальных контрольнодзорных органов. Вот какая работа ведется вами по снижению административного давления на бизнес? Ну, мы на самом деле пытаемся по каждому обращению, по каждой жалобе, если предприниматель настаивает на этом, ходим в суд в качестве третьего лица. Или, например, участвуем при рассмотрении материалов об административных пронарушениях. Иногда выезжаем на проведение проверок. Также мы проводили и проводим очень активно совместные приемы с органами прокуратуры. Приглашали на них и, соответственно, руководителя контрольнодзорных органов, чтобы вместе разобрать ту или иную конфликтную ситуацию. Также у нас хорошо себя зарекомендовал такой формат взаимодействия, как встреча с деловыми объединениями, с ТПП, с опорой, с деловой Россией. И, в общем-то, мы пытались быть открытыми и в то же время доносить до контрольных органов нашу консолидированную позицию о том, что мы видим какую-то проблему и считаем ее системной. То есть, что она затрагивает права не только одного предпринимателя, но, например, сотни, а может быть и тысячи. Вот, например, по тем же АКВЭДам, например, или по той же программе ФОД 2.0, когда к нам предприниматели обращались с тем, что банки им отказывали в предоставлении субсидий, которые 1 апреля будут списывать. А, между прочим, наши предприниматели получили по 4 миллиарда таких субсидий. И они, ну, можно сказать, чувашские предприниматели наиболее активны в сравнении с другими регионами. В том же опросе были выявлены еще такие проблемы, как, например, коррупция. В этом случае кто нарушает закон? Предприниматели, чиновники? Что имеется в виду вообще под словом коррупция именно в конкретном в этом случае, что касаемо опроса? Я думаю, что в этих опросах предприниматели отвечали, каким образом они оценивают уровень коррупции. Но к нам именно по фактам вымогательства или по коррупционным проявлениям к нам письменно не обращались. Я думаю, что предприниматели воспринимали затягивание решения каких-то вопросов или видели обусловленность решения одного вопроса с предоставлением каких-то встречных действий, я думаю. Но в целом таких, я думаю, что таких обращений все-таки не так много. У нас уровень коррупции в регионе снижается, на мой взгляд. Больше предпринимателей, еще раз говорю, волновали, наверное, рейды, штрафы, ну и, соответственно, доначисления. Мы сейчас тоже смотрим вопросы, когда было ли это необходимо и обоснованно. Именно обоснованность, в том числе, что касается размеров штрафов. Понимаете, когда предприниматель, малый бизнес получает штраф 200 тысяч, это очень много. Когда крупный бизнес, там совершенно другие обороты. Вот именно, к сожалению, сегодня КОАП не содержит градацию штрафов. Мы за это очень бьемся, мы хотим, чтобы для микро и малого бизнеса были штрафы поменьше. Вот еще высокая налоговая нагрузка. И вы тоже много упоминали о налоговых проблемах предпринимателей. В чем налоговики не могут договориться с бизнесменами? В чем загвоздка вот здесь? Ну, при общей тенденции уменьшения выездных проверок увеличилось количество камеральных. И вот мы несколько расталкивались, когда приходит анонимное обращение в налоговую службу. И, соответственно, налоговый инспектор обязан проверить доводы этой жалобы. Причем он уже сам с жалобой, как бы заявителем, не связан. Он полностью проверяет, в том числе и связывается с контрагентами, проводит встречную проверку. У него запрашивает документы. И, соответственно, партнер, например, с Дальнего Востока звонит нашему и говорит, что я тебе такого плохого сделал, что у меня начинают тоже интересоваться моими взаимоотношениями с тобой. Или бывали случаи, когда предприниматели обжаловали решение налоговых органов, те же в арбитражном суде. Или они сталкивались с тем, что полагали, что у них требует излишнее количество документов. Ну, например, вот не такая простая процедура – это возмещение НДС. На сегодняшний день какая работа вами ведется с налоговиками, с бизнесменами по решению именно этого вопроса? Потому что он часто звучит на самом деле. Ну, вот сейчас, мне кажется, кроме этих вопросов, у наших предпринимателей появится еще два, как минимум. Налоговые проводят эксперимент по неукоснительному соблюдению использования контрольной кассовой техники на розничных рынках и, соответственно, на предприятиях общественного питания. Потому что налоговики понимают, что, возможно, не всегда там используется контрольная кассовая машина арендаторами. И вот здесь, я думаю, что количество рейдов увеличится. И моя задача – разъяснить им, чтобы они были готовы. Ну и третья тема – это маркировка, это прослеживаемость товаров. Первого апреля уже добровольный эксперимент по пиву, дальше молоко, вода, по шинам уже все шины должны реализовываться маркированными. То есть я хочу отметить, что за короткий промежуток времени, кроме пандемии, на предпринимателей свалилось очень много изменений. И вот нагрузка именно административная, с точки зрения как раз соблюдения вот этих требований, она выросла. Очень много всего было введено. Александр Николаевич, на какие меры поддержки государственной и иной помощи могут сегодня рассчитывать представители малого и среднего бизнеса? Я бы порекомендовал предпринимателям обратиться к моим коллегам в Центр мой бизнес, в Минэкономразвитии Чувашия, на проспект Ленин-12Б и в их филиальных подразделениях в районах. Они могут получить комплекс мер, связанных с поручительствами, с микрозаймами, с участием в выставках, ну и также другие консультационные услуги. Вся их информация есть в Инстаграме тоже, в социальных сетях. Ну и, конечно же, воспользоваться новой программой ФОД 3.0. Те, кто получал ранее по программе ФОД 2.0 кредиты на возобновление деятельности, они могут в тех же банках получить эти субсидируемые кредиты по ставке 3%. Они очень выгодны для бизнеса. Еще одна тема, с которой сталкиваются предприниматели, это повышение кадастровой стоимости. И мы ждем, что правительство Российской Федерации в рамках нового пакета мер обратит на это внимание и примет решение по мораторию по увеличению кадастровой стоимости. Мы разъясняем здесь предпринимателям порядок оспаривания, исправления арифметической ошибки или обращение в Верховный суд с соответствующим заявлением. Спасибо, Александр Николаевич. Сегодня в студии мы говорили с Александром Рыбаковым, полномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин